Добрый день! С вами сегодня я, Екатерина Юрко. Мы будем с вами рисовать сегодня узкие улочки, но не какого-то далекого города от нас, а находящегося, а именно нашего родного города Петрозаводска. Наверняка вы сейчас видели в сети интернет гуляет очень много интересных, любопытных скетчей, которые выполняют художники, делают зарисовки именно нашего любимого города. Я предлагаю сегодня тоже присоединиться к этому движению и зарисовать, сделать зарисовки в технике вот такого скетчинга, быстрого наброска именно улочек нашего родного города Петрозаводска. Ну что, мы начинаем? Ну что, всем привет-привет! Сегодня мы с вами будем заниматься скетчингом, и сегодня мы будем прогуливаться по улочкам нашего любимого города. Кто уже проходил на предыдущих мастер-классах арт-четырга, те знают, что скетчинг мы уже использовали. Это техника такого мимолетного, быстрого наброска, зарисовка, рисунка, может быть, даже какое-то впечатление, которое вы хотите оставить именно сейчас от нашего города. Это может быть любой город, в принципе, планета, но сегодня я предложила бы вам прогуляться по улочкам нашего любимого Петрозаводска. У меня было сделано вот таких вот быстрых зарисовок, несколько вариантов. Вы можете использовать, в принципе, любые материалы, начиная от маркеров, уголь можно использовать. То есть, все, что у вас есть под рукой. И если у вас есть скетчбук, это замечательно, или просто блокнот, которым вы делаете какие-то зарисовки, вы можете даже остановиться вот на углу вашей любимой улицы какой-нибудь, да, любимой, и сделать какую-то зарисовку, может, вашего дома, жилого-жилого подъезда. И это будет очень здорово. Вы можете делиться в комментариях этими набросками, эскизами, и мы составим, может, такую даже некую карту нашего города с теми местами, где являются, на ваш взгляд, с теми местами, которые являются, на ваш взгляд, самыми замечательными, самыми прекрасными и самыми дорогими вашему сердцу. Я использовала также шрифты, как вы видите, текст. Очень на такой большой свободе написала текст своей любимой песни, знаменитой группы «Браво». Этот город самый лучший, город на земле, он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные вестушки, белые банты. Вы можете также вписать какое-то свое воспоминание об этом месте. Не обязательно будет отрывок песни, это может быть отрывок стихотворения, это может быть просто то, чем вы хотели бы поделиться с людьми, которые будут, возможно, видеть вашу зарисовку. Может, это будет для вас, лично для вашего архива, ваш альбом, и вы бы хотели это воспоминание запечатлеть и запомнить. И ведь так здорово, когда это не просто фотография, а какая-то зарисовка сделана вашей рукой. Ну что, предлагаю вам выбрать любой из вариантов. Давайте возьмем, например, нашу знаменитую набережную, ротонду. У меня сделан здесь кусочек вокзала. Как вы видите, здесь нет никаких прорисовок, архитектуры. Вот это буквально набросок, но он довольно-таки узнаваемый. Мы сразу можем понять, что это вокзал, который находится, железнодорожный, который находится в нашем городе. Ну и здесь можете подписывать, я люблю мой город, то есть все, что угодно. Можете не подписывать, это как бы на ваш взгляд. Как вы видите, здесь я не прорисовываю детально колонны, крышу, всяческие элементы архитектуры. Это вот такая мимолетная зарисовка, связь с городом, которую я хотела бы запечатлеть именно сейчас на данной странице. Ну что, ну вот по образцу, например, данному, мы можем это сделать, используя, как вот здесь я использую, маркер и линию. Вы можете дополнять потом в дальнейшем, то есть пришли где-то на место, встали прямо на улице, зарисовали кусок, а потом дома уже дополнили, например, акварельными пятнами каким-то, или сделали акварельные пятна, подсушили лист, а потом пришли на место и уже сверху графическими материалами сделали зарисовки. Это тоже очень красиво, можете использовать также монотипы. Ну вот это буквально в двух штрихах мы с вами рисуем. Это может быть любое, да, архитектурное сооружение, которое вы используете. Почему предлагаю архитектуру? Ну потому что она более узнаваемая, да, и сразу понятно, что это наш город, наш любимый город, город Петрозаводск. Вот здесь у меня так. Я могу дополнить какими-то более тонкими линиями. Это может быть, конечно, более детальный рисунок. То место, где протонда, по-моему, где соединяются сердца влюбленных, да, неподалеку здесь Дианзак. У многих это место связано с такими романтическими воспоминаниями. Ну вот буквально в двух штрихах я делаю вот такой вот набросок. Ну и решаюсь, например, здесь написать все, что угодно, да. Ну давайте повторим текст этой же песни, да. Ну вот такой набросочек получился у меня. То есть он может быть более детальным, да, может быть более прорисованным, на ваш взгляд, как вы пожелаете. Может быть какие-то вот здесь у меня, например, сделано только цвет добавленный здесь. Я могу взять марки и, зная цвет данного архитектурного сооружения, могу добавить еще цвета в картину. Это может быть на самом деле какой-то кусочек цветового пятна, не обязательно все зарисовывать. А может какой-то акцент сделает, например, в цветах еще. Может быть двухцветия, трехцветия, которые вы используете. Ну вот такие наброски получились у меня. Делитесь, пожалуйста, своими работами, своими такими мимолетными рисунками, впечатлениями в комментариях. Мы, может быть, их обсудим. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Замечательные ваши работы обязательно прокомментирую, если вы желаете. Может быть, что-то подскажу. Может быть, не все было понятно из видео. Но я предлагаю вам сделать такую совместную работу. И надеюсь, что вы отзоветесь на мой призыв. Ну что, сейчас я со всеми с вами прощаюсь. Всем до скорых встреч. До свидания.